Дарья Пушмынцева Дарья Пушмынцева Дарья Пушмынцева Дарья Пушмынцева Дарья Пушмынцева Дарья Пушмынцева Дарья Пушмынцев В этом году мы рассмотрели проект модернизации сельского здравоохранения. Его представила министр Ажар Гиньяд. Проект направлен на обеспечение всех сельских населенных пунктов медицинской инфраструктурой и организации сети современных многопрофильных центральных межрайонных больниц. Совместно с Экиматами начата подготовительная работа по строительству 655 объектов, в том числе 253 медпунктов, 160 врачебных амбулаторий и 242 фельдшерско-акушерских пунктов. Это наша обязанность как государство, но это лишь самый минимум. Поэтому так важен и второй компонент проекта – строительство многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжелых заболеваниях и травмах. Недаром существует правило «золотого часа». Чем скорее доставить пациента до оборудованной больницы, тем выше шанс, что он будет спасен. Сеть многопрофильных больниц, оборудованных по последнему слову техники – это серьезный аргумент и вклад в здоровье нации. О социальном обзначении проекта говорить не приходится. Это очевидно. Поэтому логично, что глава государства поручил взять на особый контроль вопросы профилактики и лечения онкологических заболеваний. Сегодня это злободневный вопрос, который не сходит с повестки дня. Наш регион, как известно, в этом печальном рейтинге занимает высокие позиции на протяжении многих лет. Сверхказахстанские врачи отмечают около 70% пациентов. На четвертой клинической стадии онкологического заболевания – это люди пенсионного возраста. В 2021 году рак выявили у более 1700 человек. Обратились за помощью на последней стадии 202 наших земляка. Умерли от болезни 516 человек. По словам специалистов, этот показатель меньше, чем в прошлые годы. Ранее выявление злокачественных опухолей играет в статистике не последнюю роль. Будем надеяться, что проект будет жизнеспособным. Как следствие, качество медпомощи будет повышаться, и онкобольных будет в области меньше. А чтобы это случилось, президент особо указал на важность достижения конкретных поставленных результатов национального проекта. И не только этого. В заключении поручил обеспечить систему мониторинга за реализацией таких масштабных государственных программ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уборочная кампания без простоев. В итоге по республике убрано свыше 15 миллионов гектаров зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 13 центнеров с гектара намолочено около 20 миллионов тонн зерна. Министр подчеркнул, что прогнозируемый воловой сбор социально важных культур позволит обеспечить внутреннюю потребность республики. Благоприятные условия текущего года положительно сказались и на качестве урожая. На заседании правительства с докладами также выступили Акима Акмолинская, Костанайская и Североказахстанская областей. Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что объем урожая ожидается выше среднегодовых показателей. В частности, по зерновым культурам планируется собрать свыше 18 миллионов тонн. Дальнейшая задача – обеспечить сохранность урожая. Следует четко распределить объемы для покрытия внутренней потребности и выполнения экспортных обязательств. Как видим, в текущем году Казахстан полностью обеспечил себя хлебом. Премьер-министр поручил обеспечить полное качественное завершение уборочных работ в кратчайшие сроки, не допустить ухудшения качества зерна, а также принять меры по его бесперебойной транспортировке. А теперь перейдем к новостям из региональной повестки. На этой неделе в Североказахстанской области произошли кадровые перестановки. 26 сентября назначили нового Акима Тейншинского района. Им стал Берик Альжанов, ранее возглавлявший областное управление ветеринарии. Новую кандидатуру депутаты областного масляхата одобрили единогласно. Чем обусловлен этот выбор узнала Диана Салихова. По словам первого руководителя области Кумара Аксакалова, актив района здесь и дружный. Все руководители с большим производственным опытом. Верик Апажанович, он прошел большой путь. От простого специалиста до начальника управления ветеринарией. Сам он местный. Очень важно, что он специалист в сельском хозяйстве. Потому что Тейншинский район, понятно, что промышленность развита, но вместе с тем и очень большие перспективы и потенциал еще до сих пор до конца не раскрыты. Это в отрасли сельского хозяйства. На совещании новому Акиму поручили ряд задач. В первую очередь они касались сельского хозяйства. В Тейншинском районе доля устаревшей техники увеличивается с каждым годом. Между тем в решении нуждаются вопросы ремонта дорог и качественного водоснабжения. Сейчас в районе ведется работа по обоим направлениям. За пять лет на решение вопросов водоснабжения было направлено свыше 30 миллиардов тенге. Охвачено 219 населенных пунктов. В этом году 12 миллиардов 55 населенных пунктов эта работа охвачена. С завершением работ положительный эффект почувствует свыше 33 тысяч человек, где улучшена и подана вода. Кумарак Сакалов поручил новоиспеченному Акиму до конца года подвести итоги проделанной работы и разработать план на предстоящий период. Все поставленные передо мной задачи будут выполнены своевременно, качественно, с помощью актива района, руководителя района. Приложу все силы, знания и умения для решения тех задач, которые стоят перед нами. Напомним, ранее полтора года Тайньшинский район возглавлял Руслан Анбаев, который в августе занял кресло Акима Петропавловска. А спустя два дня, 28 сентября, состоялась очередная сессия областного маслехата. Она не привлекла особого общественного внимания, а зря. Распределение бюджетных средств – тема важная и влияет на качество нашей жизни. На заседании депутаты единогласно одобрили все корректировки бюджетного порфеля. К примеру, в Управлении образования дополнительно выделили 93 миллиона тенге. Средства направят на приобретение котлов для школ и размещение государственного заказа школьных организаций. О том, какие еще изменения претерпел главный финансовый документ области, узнаете в следующем репортаже. В Управлению здравоохранения добавили 49 миллионов тенге на подготовку специалистов с послевузовским образованием. Управлению координации занятости социальных программ области – 18 миллионов тенге, в том числе на оплату коммунальных услуг центров социального обслуживания – 10 миллионов тенге, на приобретение продуктов питания для опекаемых центров социального обслуживания – 8 миллионов тенге. Управлению физической культуры и спорта области – 17 миллионов тенге, на оплату коммунальных услуг спортивных школ. Управлению внутренней политики области – 8 миллионов тенге, на фонд оплаты труда, рабочих групп, комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства – 66 миллионов тенге. Второй вопрос на повестке дня – это изменение закона по обращению с животными. Согласно новым правилам, условия содержания домашних животных должны соответствовать их индивидуальным особенностям и удовлетворять естественные потребности. Для собак необходимо создавать условия, исключающие их самовыгул. Если такой возможности нет, они должны находиться в вольере или на привязи. Выгуливать в специально отведенных местах животных можно на поводке длиной, не превышающей двух метров. Тем не менее, иметь при себе намордник для питомца хозяин обязан. Предлагаем проект правил, разработанный на основе типовых правил содержания в углу домашних животных, утвержденным приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Основными задачами проектов являются установление общих и специальных требований при содержании в углу домашних животных, укрепление нравственности и гуманности общества, обеспечение безопасности, открытия информации в области содержания и обращения животными, иных прав, законных интересов граждан. Реализация вышеуказанных задач позволит обеспечить формирование ответственного и гуманного обращения животными, установление общих и специальных требований при обращении животных различных категорий в защите животных с жестоким обращением. Также в этот день наградили лучшего депутата по версии республиканского журнала «Депутат». Им стал директор ТОО «Есей Агро» Серик Жукеев. Сразу после сессии областного маслехата Акумар Аксакалов отчитался перед депутатами. Он рассказал о социально-экономическом развитии области за прошедшие 8 месяцев. Ощутимый рост произошел в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и других сферах. В регионе продолжается строительство 17 молочно-товарных ферм. 8 из них до конца года ведут в эксплуатацию. Каждая такая ферма позволяет создать в регионе около 40 постоянных рабочих мест. Всего же в области с начала 2022 года их создали почти 9 тысяч. Итоги проделанной работы на этой неделе подвел не только глава региона, но и городоначальник. Руслан Анбаев рассказал о развитии Петропавловска за 8 месяцев и ответил на вопросы жителей областного центра. Что важно сейчас, в областном центре строится сразу 46 многоэтажных домов, большая часть из которых будет сдана в эксплуатацию до конца этого года. Что еще интересует горожан? Развитие отдельных микрорайонов в программе модернизации ЖКХ и стихийных свалках наш следующий материал. Есть проект по развитию микрорайона Южный. То есть в данном случае было четкое поручение Акимовласти по поводу того, что сначала необходимо будет проводить коммуникации, в дальнейшем уже очередникам раздавать квартиры. Рассказал городоначальник и о реализации программы модернизации ЖКХ. С ее помощью в Петропавловске в этом году приведут в порядок 19 многоэтажек. В трех заменят лифты, а в 16 – кровлю. Я хотел бы обратиться прежде всего к вам с таким предложением. Для того, чтобы проводить модернизацию, я думаю, будет правильно, если мы будем учитывать мнение каждого жильца дома, в котором будет проводиться модернизация. То есть на начальном этапе я уже обращался к председателям ОСИ, ПТ, КСК. По поводу того, от начала разработки проекта, проектной спецдокументации, и вплоть до приема акта работ по выполненным работам, все-таки принимали жильцы. Без вашего одобрения я ни один тенге подписывать не буду. Кроме того, по мнению Руслана Анбаева, петропавловцы должны участвовать в приемке работ по благоустройству городских дворов, следить за тем, как и какие площадки или тренажеры им устанавливают подрядчики, и своевременно реагировать, если те действуют халатно. Аким города во время отчета поднимал вопрос, связанный со стихийными свалками. Они очень сильно беспокоят 71-летнего Кайрата Файзулина. Город у нас до сих пор еще грязный, а это от кого зависит. Это не от Акима зависит, а от нас, самих жителей. Кто мусорит, мы мусорим. Вот только на эту проблему обращают внимание далеко не все жители областного центра. У нас порядка 22 тысяч абонентов, у которых не имеется договоров на вывоз твердых бытовых отходов. Я уже хотел сделать подворный обход в микрорайоне Береке, именно там, где у нас есть индивидуальные жилые массивы, по поводу того, чтобы люди заключали все-таки договоры. Я хотел бы обратиться в большей степени к вам с определенным призывом давать все-таки с уважением относиться к нашим коммунальным службам. Платить по счетам за вывоз мусора тоже готовы далеко не все горожане, отметил Руслан Анбаев. Он добавил, что общая задолженность по этому виду коммунальных услуг по Петропавловску достигла 28 миллионов тенге. Ненадолго вернемся к новостям из районов. В нашей области планируют построить 6 новых школ. Со строительством одной из них в Тэньше на этой неделе ознакомился глава региона Кумар Аксакалов. Учебное заведение, рассчитанное на 600 мест, полностью соответствует современным стандартам. Это светлые кабинеты, большая столовая, просторный спортивный зал. В трехэтажном здании школы будет даже лифт. Увидеть возводимый объект образования вы сможете прямо сейчас. В сельской школе ставится лифт. Это такой сигнал, который продвижение в целом качества, требований к уровню образования. Здесь детей будет прибавляться. Мы уже видим, что по прогнозам количество детей, находящихся в Тэньше, в райцентре, с каждым годом в эту школу будет приходить все больше и больше. Эта тенденция, по словам главы региона, наблюдается по всей области. Поэтому в планах увеличить количество и учебных заведений. В целом по области у нас задача построить шесть школ. Мы строим здесь в Тэньшинском районе две школы. Тэньше и Вишневке вместо аварийных. В этом году начнем строить школу в городе Петропавловске. Коррекционную школу большую. Она будет расположена в микрорайоне Береке, со спальным корпусом, со всеми удобствами, со всеми требованиями. Подрядчик обещает завершить строительство школы в Тэньше до начала следующего учебного года. Глава региона поручил Акиму района Береку Альжанову благоустроить прилегающую территорию, поставить спортивное оборудование и сделать его доступным для населения. Посетил Кумарк Сакалов и село Карагаш. Здесь строится молочно-товарная ферма на 400 голов. Закончить планируют к декабрю. После посещения объектов глава региона встретился с сельчанами. Узнал, какие вопросы волнуют жителей. Мы просим все внутри поселковые дороги. И тогда бы наш аул прекрасный был бы вообще. Спасибо. Мы в обязательном порядке доведем улицу до поселка. Дорогу. Это главная задача. Теперь в поселке постараемся, но пока сначала до поселка. Иногда бывают аварии, прорывы в трубах. И есть такой вопрос, можно ли сделать, возможно ли ремонт труб водопровода. И мы от жителей села благодарны были бы. Руководство района Кумарк Сакалов поставил ряд задач по улучшению благоустройства села. Слушать и слышать свой народ. В этом наше единство, отметил глава региона. Тем временем жители некоторых североказахстанских сел мечтают, чтобы в их домах появилась вода. В населенном пункте Вагулина Казалжарского района этот вопрос практически полностью закрыт. 70% сельчан там провели воду в дома. Кроме того, в Вагулино появилось больше мест для отдыха местных жителей. Мой коллега Алишер Рашимов побывал в этом селе своими глазами и увидел, как оно преобразилось. Валентина Яковлева в селе Вагулино Казалжарского района проживает более 60 лет. Всю свою жизнь плодотворно трудилась на благо родного края. Поэтому хорошо помнят, как развивалось село и создавались все условия для комфортного проживания людей. За это время села наши преобразились, конечно. Вот современные дома. У нас вся инфраструктура. Вот за эти годы 30 у нас ничего не разрушено. Ухожено все. Культурно. На заброшенных и заросших местах появляются парки, аллеи, скверы, где проводят культурно-массовые мероприятия. Все это благодаря вниманию со стороны местных исполнительных органов и сельхозтоваропроизводителей. Частичка каждого здесь вложена, я имею в виду, в денежном отношении. Это постоянное внимание и постоянное вливание. И причем немаловажно программа развития аула, программа развития села, она же дает толчок, огромнейший толчок для подъема именно сельской местности. В этом году отремонтировали подъездные дороги к Вагулино. На эти цели из местного бюджета выделили 38 миллионов тенге. Решили в селе вопрос водоснабжения. Качественную питьевую воду здесь ждали много лет. В прошлом году живительную влагу в дом провели почти 70% населения. В планах здесь привести в порядок и внутрипоселковые дороги. Проект на смертную документацию уже разработали. МТРК оценит активные зрители, которые выбирают наш канал и смотрят итоговую программу. Хочу напомнить, что прошлые ее выпуски вы всегда можете посмотреть на нашем сайте или на ютубе. Там достаточно вбить в поисковик МТРК, перейти на канал и выбрать плейлист «Главная тема» с Дарьей Пышмонцевой. Спасибо, что остаетесь с нами. Сыр-казахстанцы продолжают запасаться углем. Несмотря на резкое похолодание, ажиотажа на городских тупиках нет. Дефицита твердого топлива нет ни в одном из районов. Напомню, по области потребность в твердом топливе составляет 419 тысяч тонн. Из них заготовлено почти 202 тысячи или 48%. На этой неделе команда МТРК побывала на одном из угольных тупиков в Петропавловске, чтобы узнать, как часто на него завозят топливо и насколько активно разбирают. Внимание на экран. Так тупик АП Жан выглядел больше двух недель назад. На заезде была большая вереница из машин. Чтобы не создавать на загрузке твердого топлива лишний ажиотаж, грузовой транспорт пускали небольшими партиями. Правда, ситуацию это не сильно спасало. А это тот же тупик уже 29 сентября. В ожидании угля машины стояли не дольше 10-15 минут. У нас никакой проблемы нет с углем. Уголь стабильно идет. Ажиотаж утихлый. Сейчас организацию берут. С района прибудет прицепом по 10 тонн даем. Сейчас по 7 тонн в данный момент. 150 вагонов уже прибыл на сентябрь месяц. Еще на октябрь месяц будут вагоны. Это 200 вагонов будет. Один из четырех городских тупиков предлагает клиентам уголь марки «Шубарколь». За тонну такого топлива здесь просят 14 900 тенге. По области цены на твердое топливо в зависимости от марки варьируются от 10 до 17 тысяч тенге за тонну. Кстати, на недавно прошедшем заседании Акимата Кумар Аксакалов поднял вопрос стоимости доставки угля. Есть факты, когда те, кто занимается транспортировкой, хотят накрутить стоимость. Это мы видим. Поэтому люди должны быть оповещены, что в пределах этой цены как-то можно покупать все. А все остальное это котелки, частники. За ценами на уголь его доставку следят специалисты управления энергетики ЖКХ. Держат на своем контроле эти вопросы Акима районов. Всего на территории Североказахстанской области функционирует 32 угольных тупика. По данным на 29 сентября запас твердого топлива на них составляет 30 тысяч тонн. И объемы, которые реализованы, мы выводим процент приобретения для населения. Перейдем к другим новостям. Прошедшие недели во время этой семидневки Североказахстанскую область с рабочей поездкой посетили члены мобильной группы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. В северный регион активисты приехали, чтобы рассказать об основных направлениях послания президента и социального кодекса. Информационно-разъяснительную работу эксперты мобильной группы проводили в трех районах области. Начали с Шалакына. Диана Ассалихова расскажет обо всем по порядку. Программа повышения населения, доходов, это тоже по поручению главы государства. Здесь как раз повышение заработной платы. Какие программы сейчас действуют для молодежи и в целом для населения? Какие нововведения ожидаются и уже начинают действовать? Об этом шла речь на встрече. Ключевыми такими новшествами является новая политика занятости, новая миграционная политика. Это политика, связанная с развитием проактивных услуг, в частности, внедрение цифровой карты семьи, которая, с одной стороны, является электронным уведомителем граждан о том, на какие виды государственных гарантий и социальные выплаты они имеют право. С другой стороны, второй этап – это как раз проактивное оказание услуг, без того, чтобы люди сами собирали заявления, ходили с этим заявлением в соответствующие инстанции. Много вопросов представителям министерства задавали жители села Мерген. Больше всего сельчан волнует пенсионный возраст. Женщины жалуются, что в возрасте 50-60 лет работать становится трудно, появляются проблемы со здоровьем, а на лечение не хватает времени. Возьмите, например, любую женщину, она бросает дом, она, во-первых, еще работает, нас кое-как отпускают. Почему 60 лет? Потому что, когда началось поднимать постепенно каждый год до баку, это было с 2018 года. Уже прошло 5 лет, за 5 лет по Казахстану 300 тысяч женщин вышли на пенсию. По новому возрастному, по нашему областу, 9 тысяч женщин. Теперь, если сейчас сделают 58 лет, эти же 300 тысяч женщин скажут, почему они вышли 59, 59,5, 60, 60, в этом надо 60,5. Во-первых, мы тогда права их не нарушили. И, во-вторых, перерасчет обратно их пенсии уже невозможно. Данный вопрос обещают поднять снова. Эти же темы обсуждали на встрече с жителями Тимирязевского района. Очень важным является акцент именно на развитии продуктивной занятости молодежи. Есть молодежная практика. Здесь я хотел бы обратить внимание на несколько моментов. В программе «Визита» также встречи с населением Акаинского и Олихановского районов. Всего мобильная группа министерства пробудет в области три дня. В районе Макжана Жумабаева тоже обсуждали грядущие перемены, но только связанные с полномасштабной партийной трансформацией. Там, в райцентре 29 сентября, партийцы обсудили проект новой политической платформы «Аманат». Документ содержит в себе ориентиры развития общественной силы Казахстана. Главная цель – партийные платформы благополучия казахстанцев. Цему продолжит Алишер Ашимов. Новая политическая платформа партии является частью полномасштабной партийной трансформации, запущенной в марте текущего года. Это главный идеологический документ, представляющий наш ответ на происходящие в стране изменения. Политическая платформа стала результатом открытого совместного обсуждения, в котором активно участвовали партийцы, депутаты, представители экспертного сообщества, научной и творческой интеллигенции. Платформа построена по принципу «человек-общество-государство» и направлена на решение актуальных проблем. Между тем рассмотрели на заседании вопрос изменения полицовета района. Состав пополнился новыми лицами, их 15, среди них – Толеген Абельмашинов. «Сегодня в полицовет партии вошли 15 человек. Я тоже вошел. Наша главная задача и цель – работать с населением, слушать их и решать пути решения их проблем. Другими словами, защищать интересы народа». По словам депутата районного Маслихата, новый программный документ объединяет точки зрения и мнения большинства. Всего в районе Махжана Жумабаева функционируют 17 первичных партийных организаций. Придем к еще одной актуальной новости этой недели. После объявления о частичной мобилизации в России, в разные города Казахстана, в том числе в Петропавловск, начали приезжать люди. Речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах, а в случае с семейными парами еще и о детях. Согласно официальным данным, в период с 21 по 27 сентября 28 тысяч россиян перетекли границу Казахстана. Наша область стала для них транзитом. Большинство прибывающих после переночевки в основном уезжают. Мы также отслеживаем соцсети, мониторинг проводим по всем этим, и мы видим, что в действительности так и происходит. В настоящее время поток снизился. С одной степени она повлияла, скорее всего, и то, что с российской стороны усилен был контроль по выезду граждан, которые военно обязаны граждан Российской Федерации. На сегодняшний день таких очередей больших на границе не наблюдается. Что касается временного проживания россиян в Петропавловске, действуют 24 гостиницы и 20 квартирных бюро. Общие сложности – это более 2000 койко-мест. Согруженность высокая. Между тем, полицейские напоминают сироказахстанцам о соблюдении требований миграционного законодательства. Согласно пункта 9 правил въезда и пребывания иммигрантов в Республик Казахстан, утвержденных постановлением правительства номер 148 от 21 января 2012 года, физические и юридические лица, которые, принимая иностранцев, обязаны уведомить органы внутренних дел, о пребывающих у себя иммигрантов. Данное уведомление обязательно подается в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина. В случае, если не своевременно уведомляют о прибытии органов внутренних дел, о приезде к ним иностранного гражданина, то физическое либо юридическое лицо несет административную ответственность в порядке статьи 518. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 мрп, для физических – 30 мрп, это почти 92 тысячи тенге. Что касается филиала правительства для граждан, то в основном гости с соседней страны обращались для оформления ИИНа для временного пребывания на территории Республики Казахстан. Петропавловские волонтеры не остались в стороне и на этой неделе всячески старались помочь гражданам России. Активисты областного фронт-офиса волонтеров помогли гостям областного центра искать жилье, покупали сим-карты и не только. 26 и 27 сентября они провели акцию «Тепло-сердец» на железнодорожном вокзале. Угощали россиян, которые находились в зале ожидания горячим чаем, баурсаками и сладостями. Не забываем, что в эти дни в стране идет осенняя призывная кампания. Она стартовала 1 сентября и продлится до 31 декабря включительно. Что касается наряда, на этот призыв он составляет 600 человек для нашего региона. В прошлом году аналогичная кампания в нашей области проходила со срывами. Начальник областного департамента по делам обороны Азамат Айдабулов объяснил, почему так произошло. На этой неделе он дал нашему телеканалу интервью. Внимание на экран. В Североказахстанской области проводится осенняя призывная кампания. Она стартовала 1 сентября и продлится до 31 декабря включительно. Что касается наряда, на этот призыв он составляет 600 человек. В прошлом году аналогичная кампания в северном регионе происходила со срывами, рассказал начальник областного департамента по делам обороны Азамат Айдабулов. Наши молодые ребята по своим медицинской характеристике не подходили, не прошли медкомиссию. Потом мы выровняли ситуацию в весенней призывной кампании. В весенний призыв удалось отправить на службу 740 казахстанцев. С начала осенней кампании по распределению в части других областей отправились 40 человек. В настоящий момент происходит комплектование служащих в пограничные войска КНБ. 27 числа в Абайскую область отправится 15 парней. А завершится осенний призыв набором в Национальную гвардию Республики Казахстан. Мы уже не проводим рейдовые мероприятия, не создавая социального напряжения. Сейчас идет разъяснительная работа, информационная работа. Сейчас идет цифровизация. Каждый гражданин Республики Казахстан уже отцифрован. Сейчас мы делаем сверки с миграционной полицией. И помимо этого есть у нас и другие мероприятия, которые мы проводим. Мы выявляем, находим. Штрафы есть, но мы с каждым призывником индивидуально работаем. Меняем его мнение, любовь к родине, патриотизм. Сейчас мы не бежим за статистикой, мы идем за качеством. На весь период осенней призывной кампании в области работают 14 сборных пунктов. По словам начальника регионального департамента по делам обороны, они обеспечены всем необходимым. Кроме того... На сегодняшний день руководство Министерства обороны и образования совместно с ведущими вузами во всех регионах страны реализуется проект, направленный на повышение мотивации для прохождения срочной воинской службы. В частности, достигнута договоренность о том, что казахстанцы, отличившиеся на срочной воинской службе, смогут поступать в вузы без сдачи ЕНТ. При этом, отслужившие юноши могут рассчитывать на особые условия обучения и выбирать бесплатный формат. Пользуется спрос у мастера казахстанцев в возрасте от 24 до 29 лет альтернативная армия. Для службы в ней, которая длится 40 дней, необходимо заплатить 265 тысяч тенге. Тех, кто хочет связать свою жизнь с профессией военного и преуспеть в ней, должна порадовать следующая новость. 29 сентября в Петропавловске был заключен двусторонний меморандум между Национальной гвардией Республики Казахстан и Университетом Узбекистана. Этот документ позволит совершенствовать военное образование двух стран в современных условиях за счет обмена опытом. Дзена Салихова расскажет обо всем подробнее. Совершенствование военного образования в современных условиях, обмен опытом, реалии и перспективы. По таким названиям в областной библиотеке прошла международная научно-практическая конференция. Организовали мероприятие в рамках сотрудничества между Академией Национальной гвардией Республики Казахстан и Университетом общественной безопасности Узбекистана. Основной вопрос, который рассматривается на конференции и выносится на обсуждение, это дальнейшая совершенствовательная подготовка военных кадров, исходя из опыта и перспектив. Поэтому я полагаю, что сегодня состоится детальный разговор о тех проблемах, которые имеются, об его пути решения вопросов в части подготовки военных кадров, ну и, конечно, пути решения и совершенствования образовательной системы. Глава государства, выступая в январе текущего года, отметил необходимость модернизации структуры и состава вооруженных сил, других войск и воинских формирований с учетом актуальных угроз военной безопасности. Тогда Минобороны поручило пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск. В целях подготовки квалифицированных военных преподавателей на местах заключены двусторонние меморандумы. На связи онлайн с участниками конференции находились представители российских и белорусских вузов. Основная цель меморандума с Республикой Узбекистан – обмен опытом, обучение в магистратуре и участие в международных конференциях. Кроме того, ознакомление с процессом преподавания и учебно-методической работы. Мы уверены, что это сотрудничество принесет свои плоды. В этом году Академии Нацгвардии Республики Казахстан исполнилось 25 лет. За это время она направила войска более 4000 выпускников. Почти 300 из них окончили учебное заведение с отличием. 49 выпускников с нагрудным знаком. В начале выпуска я уже говорила о том, как развивается сельское хозяйство в регионе. Эта тема получила продолжение в ходе рабочей недели. В Петропавловске состоялась международная конференция, посвященная развитию органического сельского хозяйства. Она проходила в стенах Кузыбаев Юниверсити. На мероприятия приехали специалисты из России, Германии, Украины и разных городов Казахстана. Рассмотрим вопросы, связанные с политикой, законодательством. В целом в Казахстане сейчас насчитывается около 300 тысяч гектар земель, которые сертифицированы по стандартам органическим, по стандартам Евросоюза. В этом году начал осуществлять свою деятельность первый орган сертификационный, который сертифицирует уже по казахстанским стандартам. И эта продукция будет ориентирована на внутренний рынок. Еще одной темой конференции стало внедрение немецкой системы дуального обучения для подготовки аграрных кадров Казахстана. На данный момент наши студенты уже проходят практику в Германии. В основном мы работаем с органическими сельскохозяйственными фермами по всей Германии. В настоящий момент у нас из Республики Казахстан на данный момент проходит практику около 30 студентов. Это из двух вузов. Из вуза Астаны и из вашего Североказахстанского университета. Также для студентов организовывается ряд мероприятий как по веб-семинарам, то есть они проходят около 17 различных тематик по органическому сельскохозяйству, включая животноводство, включая технологии переработки продукции животноводческого и также растеневодства. Также для студентов организовываются технические семинары. Мы вывозим их в различные вузы, чтобы ознакомить их с системой образования Германии. Ну и плюс также посещение некоторых крупных агрохолдинговых компаний. Конференция продлилась три дня. Специалисты в области АПК обсудили ряд вопросов, поделились опытом и наработками. И бонусом для гостей региона стала экскурсия по Петропавловску. Другим новостям. Эта Себеневка не обошлась без праздничных дат. 1 октября казахстанцы отметили Международный день пожилых людей. Накануне сотрудники различных организаций области оказали внимание ветеранам труда, благодарили их за вклад в развитие и становление нашей области. В северном регионе живут более 100 тысяч пенсионеров, чуть меньше половины, а именно 43 тысячи обосновались в Петропавловске. Очень много делается для того, чтобы пенсионеры наши чувствовали себя благополучно, жили под мирным небом и имели достаток. В то же время есть определенные люди, которые по жизненным обстоятельствам оказались в трудной жизненной ситуации. О них мы не должны забывать. Поэтому у нас в республике этот день отмечается широко во всех регионах. У нас в области под председательством первого заместителя Акимобласти состоялся оргкомитет, на котором принято решение о проведении месячника благотворительности. Сегодня главная проблема пожилых – минимальная пенсия. Она составляет всего 60 тысяч тенге. Ее получают около 4 тысяч сверхказахстанцев преклонного возраста. Нельзя забывать о том, что у нас есть те люди, которые из-за недостатка трудового стажа получают также минимальную пенсию. Это тоже определенный час людей, которым мы должны кружить заботой. Есть у нас ветераны Великой Отечественной войны, которым, как говорится, мы обязаны. Мы должны, благодаря им пришла нам победа, этот мирный день, эта мирная жизнь. И еще мы должны не забывать о тружениках тыла, которые со всеми маленькими годами войны работали, не покладая рук. Накануне Дня пожилых в области прошел целый ряд самых разных мероприятий. Среди них было много творческих вечеров в честь виновников торжества. 30 сентября в Дворце молодежи состоялся праздничный концерт. А сегодня работники сферы образования Республики Казахстану принимают поздравления в честь своего профессионального праздника. Ежегодно каждое первое воскресенье в нашей стране отмечается День Учителя. К слову, эта традиция была сохранена и законодательно закреплена в Республике со времен существования СССР, где День Учителя, начиная с 1965 года, также отмечался каждое первое воскресенье второго осеннего месяца. 30 сентября на конуне праздника поздравления принимали лучшие работники сферы образования. С ними познакомилась команда МТРК. В первое воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают педагоги. В этом году он выпал на 2 октября. В зале Дворца школьников чествовали ветеранов педагогического труда. От имени Акима области теплые слова поздравления произнес его первый заместитель Марат Тасмаганбетов. Он отметил, что приоритетной задачей для Казахстана в области образования – это повышение статуса педагога. Одним из важных вопросов национального масштаба является установление особого статуса педагогической профессии. Это определяется и достойными зарплатами, и современными условиями работами, и возможностями для профессионального развития. Серьезный шаг в обеспечении государственной гарантии по этим направлениям сделан в рамках закона о статусе педагога. В зале учителя школ, колледжей и различных учебных центров. Заслуженных педагогов сегодня отметили благодарственными письмами, почетными грамотами Акима области. Сергей Зелепухин 41 год посвятил педагогической сфере. Обучал ребят тонкостям музыкального искусства, а в этом году вышел на заслуженный отдых. Я работаю преподавателем по классу балалайки и думры. Все выпускники, кто в России, кто в Германии, некоторые здесь работают, продолжают работать. В данный момент я являюсь руководителем русского орхестра при областной филармонии. В этом году у меня будет 38-й выпуск по госэкзаменам. Но пока работаем, есть силы, здоровье. Будем продолжать. Наши выпускники, я вижу, преемниками, что они будут продолжать наше дело. И приятно, что они работают и есть замена. В нашей области трудится более 12 тысяч педагогов. 260 начали работать только в этом учебном году. Так быстро время нашей программы подошло к концу. Команда МТРК поздравляет всех учителей с их профессиональным праздником, а пенсионерам с Северного региона. Муниципальный телерадиоканал желает здоровья и долгих лет жизни. В этой студии мы с вами увидимся ровно через 7 дней. Я и мои коллеги расскажем вам еще больше интересных новостей. До встречи в эфире.